Глава двадцать четвертая. Прощение в трех письмах. Этот инструмент прост. Нужно только написать три письма своему обидчику. Данный метод очень хорошо работает и в том случае, если расстроившая вас ситуация произошла совсем недавно, и даже если прошло уже много времени. В первом письме нужно излить весь свой гнев и обиду. Если вам от этого станет легче, пригрозите обидчику страшной местью. Пишите до тех пор, пока у вас есть что сказать. Возможно, при написании этого письма вам захочется плакать. Это будут слезы гнева, печали, возмущения и обиды. Пусть они текут. Положите рядом упаковку салфеток. Если вас переполняет гнев, покричите в подушку или совершите другие физические действия, которые помогут вам прочувствовать гнев. Ни в коем случае не отсылайте это письмо. На следующий день напишите еще одно письмо. В нем должно быть уже намного меньше гнева и злобы, однако вы все еще держите своего обидчика в черном теле за то, что он, по вашему мнению, сделал вам плохого. Однако теперь постарайтесь проявить сострадание, понимание и великодушие, а также допустить возможность прощения. Это письмо тоже не отсылаете. На следующий день напишите третье письмо. Здесь попытайтесь дать новую интерпретацию ситуации, основанную на принципах радикального прощения. Поскольку интерпретация отражена в анкете радикального прощения, возьмите из анкеты основные тезисы для своего письма, но при этом постарайтесь писать его своими словами. Смотрите главу 20. Возможно, вначале вы испытаете немалое внутреннее сопротивление, однако не сдавайтесь. Помните, вам необходимо пройти путь от напускного к подлинному. Не отсылайте ни одно из этих писем. Это не нужно и нежелательно. Эти письма нужны, чтобы изменить вашу энергию, а не энергию адресата. Ваша цель состоит в том, чтобы выплеснуть свои чувства, вместо того, чтобы снова проецировать их на другого человека. Если же вы пошлете человеку злое письмо, то в любом случае ничего хорошего этим не добьетесь. Вы только дадите новый импульс циклу нападения защита и еще глубже погрязнете в своей драме. Помните, как только вы изменяете свою энергию в направлении радикального прощения, энергия другого человека тоже автоматически изменяется. Либо сохраните эти письма, чтобы когда-нибудь перечитать, либо используйте их в ритуале прощения. Я бы посоветовал провести огненный ритуал, который очень способствует трансформации энергии. Когда вы видите, как ваши слова обращаются в пепел и улетают с дымом, происходит что-то очень важное. Продолжение следует...